Играют по-крупному. В этом году дорожники разошлись не на шутку. Только сегодня чиновники во главе с Сергеем Дугиным принимали улицу Шукшина, Ленинградскую, Антона Петрова. Вот, наконец, открыт один из главных объектов этого дорожно-строительного сезона. Проспект Социалистический. Здесь, как говорят чиновники, к работам подошли максимально комплексно. Положили новый асфальт, плитку на тротуары, бордюры, даже посеяли газон. В общей сложности в дорогу тротуары и землю здесь ушло 39 миллионов рублей. На все вышеназванные участки в Купе ушло 77 миллионов. То есть, социалистически здесь самый затратный. Но и качество материала, говорят, соответствует. Уложили выравнивающий слой и уложили слой шмар. Это, так скажем, надежный вид асфальтобетона, который прослужит долгое время. Она в проезжей части, здесь интенсивность очень большая. Ну, я думаю, 15 лет прослужит никто. При этом гарантия на асфальт, как и на тротуар, 5 лет. То есть, в ближайшую пятилетку здесь будет, как говорят в администрации, красиво. Только этого мало. Дорога сделана красивая? Да. Пешеходная зона красивая? Красивая. Что еще осталось здесь делать? Можно много заниматься какими-то вопросами и зданиями. Ну, как тот говорит, теплее, теплее. Я бы хотел бы, но это не твоя зона, но сейчас у нас задача привести в соответствие фасады. Время фасадов еще наступит, а вот в своей сфере дорожники вроде приближаются к финишной черте. Мы на сегодняшний день находимся на такой стадии за экватором, скажем так. То есть, у нас 11 объектов мы уже завершили. На 12 сейчас работы ведутся. 8 уже закончены и как раз готовятся к эксплуатации, к сдаче. На 2 еще предстоит нам зайти. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» протяженность качественного покрытия должна будет увеличиться почти на 7%. В ближайшее время дорожники переберутся на другие участки. В частности, планируют отремонтировать улицу Короленко, Гоголя, Пролетарскую и Гебблера. Андрей Дреер. День с толком.